Российское представительство Volkswagen после затянувшейся паузы наконец объявило цены на новое поколение Jetta. Модель вышла еще два года назад, поэтому придется напомнить, что это за машина. Седан получил полностью оригинальный кузов, который заметно крупнее предыдущего. Переезд на платформу MQB позволил скорректировать пропорции. Передний свес стал немного короче, а задний наоборот удлинился. Вместо привычной в старших версиях многорычажки инженеры ограничились полузависимой балкой. Салон ничуть не похож на интерьер нового Гольфа. При этом производитель заявляет качественные материалы отделки и множество современных опций. Правда в России базовая версия оказалась достаточно бедной. В нее входят шесть подушек безопасности, система стабилизации, простая медиасистема, подогрев передних сидений и круиз-контроль. За этот набор оборудования будут просить чуть меньше полутора миллионов рублей. Удивительно, но стартовый вариант подразумевает штампованные колеса, обычный кондиционер и рефлекторные фары. Правда вся оптика выполнена на светодиодах. Так что оптимальным стоит признать исполнение «Респект», куда включены двухзонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, система бесключевого доступа, датчик дождя, парктроник спереди и сзади, подогрев руля и контурная подсветка салона. Топ-версия статус – это уже проекционные фары, обивка сидений кожзамом, электропривод водительского кресла, виртуальные приборы, камера заднего вида, подогрев сидений и более продвинутая медиасистема. При желании этот комплект можно дополнить люком, адаптивными фарами и системой контроля усталости. А вот богатая отделка хромом и 17-дюймовые колеса достанутся покупателю дорогой джеты совершенно бесплатно. В России будут продаваться версии со 110-сильным атмосферником и турбомотором с отдачей в 150 сил. Обе модификации имеют классический шестидиапазонный автомат, но для базового двигателя также предусмотрена и 5-ступенчатая механика. Прежнюю джету делали на мощностях Горьковского автозавода, а вот новые седаны будут поставлять из Мексики. О локализации модели пока ничего не слышно. Возможно, поэтому новый Volkswagen оказался одним из самых дорогих представителей гольф-класса. А что думаете вы? Стоит ли джета заявленной цены? Напишите нам в комментариях. Субтитры делал DimaTorzok